Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по глобальной экономике. И для того, чтобы максимально сгладить влияние кризиса, каждое государство принимает свои меры. Приняв пакет мер социальной поддержки населения, Казахстан, как многие другие страны, сделал ставку на помощь бизнесу. И ключевым оператором здесь выступил холдинг Байтирек. Холдинг Байтирек был создан 7 лет назад, в мае 2013 года. И с этого года мы оказываем всестороннюю комплексную поддержку для различных предприятий через наши дочерные компании. В части малого и среднего бизнеса лидером здесь по поддержке является фонд развития предпринимательства ДАМУ. За весь свой период деятельности фонд ДАМУ оказал поддержку нашим предприятиям на сумму 5,5 трлн тенге. Шамкенская обувная фабрика – одна из многих предприятий, которые воспользовались шансом и получили кредит по программе «Экономика простых вещей». Это помогло производству увеличить количество новых рабочих мест до 100 человек и нарастить объем производства до 150 тысяч пар обуви в год. Стоит отметить, что обувь именно этой компании приобрел глава правительства Оскар Мамин. По программе «ДАМУ» получили 200 миллионов тенге. И по этой программе мы закупили оборудование по производству подошвы и колодки. Единственные в Казахстане первые. Это нам даст большой объем производства и выйти на местное содержание до 70%. Компания «Экодрай» стала еще одним предприятием, которое во время чрезвычайного положения получило возможность не только удержаться на плаву, но и расширить бизнес. Химчистка, которой занимается фирма, востребованной быть не перестала. Но вот режим пандемии на графике работы повлиял существенно. Государство помогло. Благодаря финансовой поддержке «ДАМУ» мы вот открыли в прошлом году вот этот филиал. Мы получили кредит от банка при поддержке фонда «ДАМУ», который нам снизили ставки. Если банк дает там под 14%, то нам «ДАМУ» предоставил ее под 6% годовых. И вот благодаря этому кредиту мы вот закупили новое оборудование. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса – это одна из важнейших задач по поддержке экономики страны. Продолжая эту работу, государство не только развивает отечественное производство, но и вносит весомый вклад в реализацию программ индустриализации, которую заложил и контролирует Эльбасы, а также глава государства, уделяя особое внимание и сельскому хозяйству. На нашей дочерней компании «Банк развития Лизинг» через эту компанию сельхозпроизводители могут на льготных условиях получать сельхозтехнику. Если раньше первоначальный взнос должен был быть на уровне 15%, то сейчас первоначального взноса никакого нет. Холдинг «Батерек» уже поддержал почти 90 тысяч бизнес-проектов на сумму в 5,5 триллионов тенге и продолжает реализовывать все государственные меры по поддержке бизнеса, развитию сельского хозяйства и улучшению благосостояния граждан. Эксперты отмечают, что именно такие комплексные меры и помогут государству вывести экономику на качественно новый уровень.